В Москве на подворье храма святой мученицы Татьяны регулярно устраиваются тематические выставки и презентации. Одна из последних была посвящена творчеству выдающегося русского художника Юрия Ивановича Селиверстова. О выставке репортаж Александра Малородного. В России всегда были и будут личности, составляющие духовный стержень общества. Яркий тому пример – творческая деятельность выдающегося русского художника Юрия Ивановича Селиверстова. Сегодня многие неравнодушные к судьбе Родины тревожатся о том, что под давлением западной и восточной культуры мы теряем свою самобытность. Но глядя на полотна Юрия Ивановича, укрепляешься в уверенности, что русская культура сильна и останется такой на века. Юрий Иванович Селиверстов, казалось бы, уже давно ушедший из нашей жизни, не видится очень и очень значимым человеком. Человеком, с обликом которого, с творчеством которого, связана та эпоха надежд конца 80-х, начала 90-х годов, которая для всех, кто ее помнит, перезывается как необыкновенное время церковной и народной весны. Я очень надеюсь, что в нынешнее, по-своему непростое время, картины Юрия Ивановича, гравюры Юрия Ивановича, помогут вот в самом хорошем смысле слова «идеализм» церковных людей 80-х, 90-х годов хотя бы в какой-то мере вернуть в нашу сегодняшнюю жизнь. Юрий Иванович был широко известен в Европе как великий русский книжный иллюстратор, к тому же работающий в стиле сюрреализма. На Западе художник имел огромный успех, но когда в конце 80-х в России общество закипело, наступили необратимые социальные и политические изменения, Юрий Селиверстов вернулся в своем творчестве к русской мысли, к русской культуре и истории. Эта выставка есть напоминание, что долг у нас перед русской мыслью остается, что мы должны вернуться к ней, вглядеться на нее, вчитаться, снять с полки, и тогда, может быть, мы будем жить более целесообразно, равно как русское национальное самосознание. В особенности сегодня страшно вымолвить в эпоху выборов, которые напрягают всю нацию. Она может правильно себя построить и правильно показать свое лицо, построить его с сознанием вот этой самой мысли, с чувством у нее за спиной, вот тогда мы проснемся народом, и он будет достоин, высок, породист, как и должен быть русский народ. Для этого Юрий Иванович работал, для этого вся эта выставка и открывается. Образы, созданные Селиверстовым, вырастают из всего сущего, из природы, словно создаются по Божьему промыслу. Художественный талант Юрия Ивановича, его оригинальность и самобытность во всем, созданном его разумом и рукой, в полной мере раскрывается в художественном осмыслении им отечественной православной мысли.